Близкие люди Здравствуйте! В эфире канала «Совершенно секретно» очередная передача из цикла «Близкие люди». Сегодня мой гость очень-очень близкий мне человек. Я его даже зову так, Мишаня. На самом деле, он, конечно, для меня Мишаня, согласись. На самом деле, это народный артист России, лауреат государственной премии, знаменитый артист театра имени Маяковского, Михаил Иванович Филиппов. Миша Филиппов, Мишаня Филиппов начинал в студии «Наш дом» в былые годы, в 60-е годы. Он был как раз студентом филологического факультета, насколько я помню. И поэтому его приход в наш дом был абсолютно таким законным. Он был не человек со стороны. Ну и сразу он был принят в наш очень разнообразный и, я бы сказал, очень талантливый коллектив. И занял, я не люблю говорить, занял свою нишу. Какая ниша? Ниша – это что-то такое тёмное, какое-то в стене какой-то вы. Нет, ты был ни в тёмном пространстве стены, ни в какой-то дне был ниши, а ты был сразу на, я бы сказал, на аванс-сцене наших спектаклей, потому что получил сразу множество самых разнообразных ролей и блистал по-настоящему уже на студенческой сцене. Впоследствии, когда студию «Наш дом» закрыли, мы все оказались у разбитого корыта, и мы очень страдали от этого, как ты помнишь. Мы каждый, как говорится, разбрелись, и у каждого возникла своя судьба, в том числе и творческая. Ну, у некоторых и совсем не творческая. Кто-то вернулся к своей основной профессии. Но ниша пошёл по уже избранному пути. Вот мы начинали, так сказать, в самодеятельности. Такое слово не очень такое зовущее к авторитету, но на самом деле очень хорошее слово, потому что деятельность, самодеятельность – это прекрасное слово. Ну, ещё есть любительское искусство. Вот мы начинали, мы были все любителями, но из студии «Наш дом», из этих любителей вышло несколько народных артистов России. Я сейчас не буду их перечислять, могу, конечно, и перечислить. Среди них и Миша Филиппов, Михаил Иванович Филиппов. Но Михаил Иванович поступил в ГИТИС. Причём, по-моему, ты поступил сразу, то ли на второй, то ли тебя приняли на третий курс. На второй. На второй? Понимаешь, меня принимали на третий, и мне предлагали на третий. Но я сам укоротил себе эту дорожку в театр, потому что я сказал, как же так, там, наверное, какие-то специальные предметы надо-то сдавать. И Миша сказал, ну, давай на второй. Так что я сам себе обрубил. А, то есть ты не укоротил, ты удлинил. Ну да, удлинил, удлинил. А ты сказал, укоротил? Укоротил, нет. Удлинил. Удлинил дорогу в театр. Да, вещи ты путаешь. Ну да, но в этом есть. И какое-то мужество. Потому что когда тебе предлагают укоротить дорогу в профессиональное искусство, а ты избрал, все-таки нет, я начну с АЗОВ. Все так, Марк. Прости, я перебил тебя, извини. Нет, наоборот. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты включил меня в круг близких людей. Для меня это дорого. Так же, как для меня дороже многих званий, многие другие мои прозвища. Вот в частности, Миша, я этим очень дорожу. Спасибо тебе. Я хочу тебе сказать, ты знаешь, нет, именно я удлинил. Ты правильно меня поправил. И когда я говорил про эти, я сам испугался ректору Матвею Алексеевичу Горбуновскому, там же какие-то специальные предметы нужны, наверное, которые я не смогу доздать. И он сказал, давай на второй. Но все было бы так, если бы не было студии «Наш Дом». Я все эти специальные предметы, как и все свое профессиональное образование, нисколько не умаляя достоинств замечательных людей, которые руководили курсом, на который я поступил. Это были народные артисты. Еще каких людей. Народная артистка Андровская, Ольга Николаевна, Лелечка, как мы ее звали. Но я все свое образование театральное, которым я располагаю, я приобрел в студии «Наш Дом». Поэтому я удлинил себя. Но это выяснилось уже позже. А вот по поводу, знаешь, самодеятельности, вот я до сих пор еще не перебил тебя, нет? Нет, 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 я тебя чем-нибудь просто внимательно слушал. По поводу самодеятельности я очень с тобой согласен. Замечательное слово. Оно не очень престижное, может быть, не очень красиво нынче звучит, как-то брезгливо, может быть, в некоторых устах. Но для меня это слово замечательное. И я вспоминаю, знаешь, слово «дилетант». Причем, ты знаешь, я однажды заинтересовался и залез, не поленился, залез вдали. Вдали, XIX век, слово «дилетант» трактуется, как человек, занимающийся не своей профессией, из интереса, для забавы. Ходное слово. Да. А у Ожегова уже там более строгий судья Ожегов. Он говорит, дилетант, это люди, занимающиеся не своим делом, не профессионально, понимаешь, так сказать. Так что XIX век, он был как-то щедрее и мягче. Между прочим, Мейерхольд когда-то сказал, что будущее театра принадлежит дилетантам. А я имел смелость добавить, овладевшим профессией. Ну, безусловно. Да и сам Мейерхольд, конечно же, я думаю, не спорил бы со мной. Но Константин Сергеевич Станиславский, между прочим, тоже из любителей. Конечно. Я всегда говорю, он не кончал школу-студию МХАТ. Конечно, конечно. Хотя и там были гениальные педагоги, и сама студия родилась во время войны, что вообще совершенно потрясающий факт нашей истории, истории нашей культуры. Так вот, студийность, которая тоже заменяет слово самодеятельность и продолжает, я бы сказал, это слово, потому что студийность вбирает в себя и, так сказать, профессиональный, так сказать, дилетантизм, и процесс овладения профессией обязательный. Никто не отрицает, что самодеятельность должна оставаться вот самодеятельной. И мы были в нашем доме, мы были исключительно настроены на овладение профессией. И у нас была своя, может быть, прости, актерская школа, или, по крайней мере, нам так казалось, но мы делали ставку на импровизацию, на свободные мышцы, на легкость, на эстрадность, так сказать, высокую эстраду, интеллектуальную эстраду. И поэтому у нас были не просто, так сказать, какие-то молокососы в студии, у нас были инженеры, у нас там был один кандидат технических наук, у нас были самые разного уровня интеллектуалы, и поэтому нас и называли думающая эстрада. Помнишь, так называлась статья критика Александра Петровича Свободина? Свободина, конечно. Поэтому, да, действительно, это начало было чрезвычайно, ну, во-первых, счастливым временем для всех нас. И ты даже, извини, что я сейчас тебя как-то процитирую, ты где-то в своем интервью сказал, что это было, вот студия «Наш Дом» была для тебя лицеем. Конечно, конечно. Я вот сейчас оттолкнусь от твоей фразы. Ты упомянул имя Станиславского, сказал, он же тоже, собственно, из самодеятельности. От студии к театру. А я подумал о том, что, понимаешь, ведь самодеятельность, она предполагает еще процесс самопознания, чем и занимался Константин Сергеевич, как он изучал себя, как он изучал, и только потом выплеснул все это. А, собственно, система Станиславского, это и есть самоисследование. Самоисследование. И чем, собственно говоря, ведь мы в студии «Наш Дом», почему я говорю, что там прошло мое образование? Потому что я учился, я учился у всех вас. Не знаю, поддержат ли меня наши звезды в этом, может и нет. Дело в том, что учились все друг у друга. Друг у друга. Друг у друга. И не только у тех, чьи имена сейчас у всех на слуху, а сколько замечательных актеров, в отличие от нас, не профессионализировались, не перестав от этого быть замечательными артистами. Как хорошо, что ты это помнишь и отлучаешь, и говоришь, Юра Солодихина. Ну, Юра Солодихина, Миша Кочин, покойный Володя Точилин. Ну, он ушел в царство ему небесное. Ну, сколько... Да, это был блистательный артист. А девочки, а Оксана Кириллевна... Для Володи Точилина я придумал холстамин. Холстамин. Историю лошадей рождалась в студии «Наш Дом», как задумка. Помнишь его Гулливера? А, какое чудо. Конечно. Так что да, замечательно. Учились просто друг у друга, конечно, лицей. А потом, это не только в плане актерского самообразования. Это, прости за высокие словеса, но тогда проходил процесс моего становления просто человеческого. Я был самым юным там в студии. Я пришел, мне стоило перейти дорожку от старого университета на Маховой, в Дом культуры и гуманитарных факультетов. Ну, и сейчас вот от церкви Святой Татьяны. Церкви Святой Татьяны. Ты знаешь... Покровительницы студентов. Студентов, да. Ну, что я хочу сказать, о чем бишь я? А, да. Я в студии, поскольку кого там только не было, и все люди, ну, настолько образованные. Ты понимаешь, когда грянула перестройка и стало печататься все, что стало печататься, я обнаружил, что я все уже прочитал тогда. Потому что я до сих пор помню это ощущение в заткнутой книжке Набокова, здесь за поясом, после репетиции кто-то принес, дал на ночь прочитать. И сколько... Сам издат был. Ну, конечно, сам издат. И сколько всего этого я прочитал. А, кстати, о студии «Наш дом», о храме Святой Татьяны, это уже грянула перестройка, дом культуры доживал свои последние дни. В последние дни его передавали храму, но мне позвонил Василий Ливанов, он тогда организовал театр «Детектив». И он предложил мне репетировать в какой-то там пьесе, я говорю, а где вы собираетесь с ним репетировать? Я прочитал, согласился, но потом впоследствии отказывался, не стал. Он говорит, мы вот в ДК гуманитарных факультетов Ломоносова, я со времени закрытия студии в 69-м году, я не переступал порог этого ДК. Что ты думаешь? Я пришел, я поднялся по чугунной лестнице этой красавицы, вошел в зал, я увидел, и я расплакался. Знаете, что я увидел? Я увидел лестницу на колесах из Макса Емельяна. И у меня слезы, конечно, не вернулись, представляешь? «Макс Емельяна» – это был спектакль, сказание про царя Макса Емельяна. Ну, я перевожу, так сказать, уточняю то, о чем ты рассказал. 27 декабря – день рождения студии «Наш дом», и ты, несмотря на свои регалии, ты приходишь как рядовой студийц, бывший на этот наш святой день в наш лицей. И вот я хочу процитировать Александра Сергеевича, который само понятие лицей возводил, ну, это святыня была и для самого Кушкина, и, мне кажется, это и есть настоящий ориентир для всех людей, и искусство, и для людей, для которых дорога дружба, какое-то единение. Чем чаще празднует лицей свою святую годовщину, тем робче старый круг друзей в семью стесняется единую, тем реже он, тем праздник наш в своем веселье мрачнее. Мрачнее, потому что уходят наши друзья из жизни. И как бы ни весело были эти наши застолья сегодня, мы вспоминаем и Алика Аксерода, и Илюшу Рудберга, и Володю Тачилина, Витю Славкина, мы вспоминаем с большой болью и горечью всех ушедших. Но все-таки мы живы, и мы действительно не просто встречаемся, или там жмем друг другу руки и чокаемся, а мы действительно вспоминаем о нашем актерском братстве, о нашем подвижничестве, о нашем абсолютном бескорыстии. Это все то, чем был ценен Великий русский театр, между прочим. Это не красивые слова, а это суть сути. И сегодня, к сожалению, мы отмечаем, что далеко не всегда эти фундаментальные ценности российского театра оказываются востребованными заново. Куда-то все это исчезает, куда-то... Я не вижу сегодня примеров вот такого рода рождения студийного театра. Да, есть назначенцы. А вот студийный театр, где он? Театр, который снизу, именно от студии к театру, где он возникает? Да, конечно. А вот только, значит, идет какая-то карьерная перетасовка. Мы же выстрадали свои театры. Сколько лет ты в театре Маяковского работаешь? 45, что ли. Так, вот здесь я прошу камеру направить на эти глаза и вот на этого человека. Давайте вдумаемся, что он сейчас сказал. 45 лет Мишаня Филиппов работает в одном театре. Он не прыгает из театра в театр, как сегодня это принято. Он не меняет, как перчатки, так сказать, место своего священнодействия. Простите за высокопарные слова. Он занимается вот служением, служением своей сцене. И поэтому я очень горд тем, что в тебе есть этот стержень. Это не просто болтовня о студии или там болтовня о какой-то приверженности к святому искусству, а это тихое, незаметное служение мастера общему делу. Ты закончил ГИТИС, тебя взял в театр Маяковского Андрей Александрович Гончаров, насколько я помню, и даже я, когда ставил в театре Маяковского в свое время пьесу о Маяковском со стихами Маяковского, я, естественно, на тебя очень рассчитывал, и ты там у меня репетировал одну из главных ролей. Это дорогого стоит. А чем ты занят сегодня в театре Маяковского? Какие у тебя последние труды? Лично твои. Марк, я благодарю тебя за те высокие слова, которые ты сказал в мой адрес, но должен тебя поправить. Это не совсем так. Я, несмотря на то, что около 45 лет в театре, но это не означает, что я... Можно ли назвать это изменой, я не знаю. Я не избирал оттуда трудовую книжку, не уходил, не хлопал дверью, но это не означает, что я не работал в антрепризах с тех пор, как это стало позволено. Да нет, это другое. Театр я не менял. Нет, я говорю о том, что вот есть континент, я своим актером так говорю. Континент, да. Есть континент, твой театр. Ты можешь садиться на любую лодочку и, значит, в любом направлении с этого своего континента путешествовать. Ты всегда знаешь, что ты вернешься, и режиссер, руководитель театра знает, что у него в труппе есть этот рынок. Ну, я, конечно, знаю, что, допустим, тебя обожает мой коллега, и тоже мой товарищ, режиссер Миша Левитин, значит, твой тезка. И Миша Левитин тебя приглашал на разные роли. И ты даже Короля Лира, я видел, ты играл у него. Это замечательно, но это не была измена, это никакая не измена, это просто расширение форм деятельности. Да, но это во многом объясняется еще и характером моим. Достаточно ленивым, понимаешь, я не могу... То есть я позволял себе в жизни... Я-то простержен, а он говорит, да я просто ленивый. Я ленивый, я в самом деле, я ленивый чудовищный, Марк, поэтому это... Да ладно, не, 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 я какие-то решительные поступки совершал в жизни, но они театра не касались, понимаешь, вот театра как-то я не обрубал никогда. Ты самокритичен, кажется. Нет, 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 действительно. Ну, вот в этом... Есть, знаешь, я обожаю цитату в оправдании себе, помимо Дольче, Фарони, Энте, сладчайшее, ничего не делание итальянское, но есть еще замечательные цитаты, я с удовольствием поделюсь при всей моей нелюбви к цитатничеству. Это один английский писатель сказал об другом английском писателе. Он был не слишком умелый, но пылкий, энтузиаст всего того, что называется великим искусством ничего не делания. Не слишком умелый, но пылкий. Мягкий, доброжелательный, голос, ну, красивейший. Ну ладно, хорошо, ну, мальчик. Завораживает. Мишка Филиппов всегда завораживал своим... Это вообще уникальный, уникальный голос, тон. Ну, хорошо, хорошо. Подожди, ты слушай, внешность. Вот ты сказал про итальянскую свою какую-то принадлежность. Дольче фарониэнте. Вот, вот, вот. Это единственное, что я знаю. Ну, ты вообще этакий итальянец на вид, да, с русской душой. Средиземноморец, да. Да, да, но с русской душой. Чеховский интеллигент. Вот как я тебя вообще, тебя вот на эту не полочку, а на этот постамент ставлю. Потому что ты во всем, в общении, в скромности, в воспитанности. Ты абсолютный пример и достойный подражания, и абсолютно редкостная сегодня индивидуальность. Потому что среди нашего брата и братства актерского интеллигентные люди стали, к сожалению, большой редкостью. Да, когда был старый МХАТ, да и после старого МХАТа, по инерции, может быть, принимались люди в театральные училища, ну, имевшие, так сказать, определенные качества, свою психофизику, свою внешность. И возникали какие-то совершенно уникальные индивидуальности, там, типа Масальского, да, можем, тысячу имен и Смоктуновского. Ну, Юрский, последний русский артист, который ходит в бабочки, если так можно выразиться, причем заслуженно, потому что он человек искусства. Сегодня этого не встретишь. Вот эта благовоспитанность, она куда-то исчезает из нашей театральной, что ли, среды. А ты для меня такой человек беспримерного вкуса. Угу. Что ты вот по этому поводу можешь сказать? Я думаю, что ты это не будешь отрицать, потому что вокруг такое море такой актерской наглости, что ли, без какой-то бесовщины, дивалиады. И люди, не ставшие личностями, вдруг проявляют себя как идолы, короли, поп, ну, поп-короли, так скажем. Благодаря чему? Благодаря телевидению, благодаря успеху. Но отнюдь не благодаря мастерству. Согласен? Согласен, абсолютно. Ты понимаешь, вот мне кажется, ну, во-первых, остановись и умерь свой пыл в отношении меня. Не надо меня называть эталоном вкуса. Нет, я на это никак не могу претендовать. И это не из такой ложной скромности. Понимаешь, меня это тоже очень удручает. Все дело в том, что люди как-то, наверное, не думают о том, что вот, обретя звание звезды, там, телесериала Чаполина, ну, я говорю условно Чаполина, это может быть любое другое название, обретя звезды, они как-то не думают, что в этой профессии еще были Чарли Чаплин, Лоренц, Оливье, Смоктуновский из нас ближе, которые звездами как-то вряд ли даже и претендовали на эти звания. Я не представляю себе разговор мастеров МХАТа, который ты упомянул, Масальского, Грибова и Яншина, и там, скажем, Масальского, вот как бы приорегировали они все трое, если бы Масальского назвали секс-символом. А этих звездами, вот этих двух гениальных стариков, понимаешь, но сейчас атмосфера вся, конечно, для меня отвратительная, потому что атмосфера, живем в атмосфере абсолютного упоения от самих себя, от самих себя. И на меня огромное впечатление произвело, я помню, много лет назад увиденный, услышанный в телефильм немецкий о Рихтере, который заканчивался планом грустного Рихтера, он сидит грустный-крустный, с этим своим сократовским лбом, мощным черепом, красивым, и говорит грустно, я себе не нравлюсь. И вот это меня так резонуло, и думаю, а кто это сейчас вот так скажет о себе? А мне это, знаешь, с чем, что напомнило, есть поучение афонских там мудрецов, которые говорят, что да на каждом шагу, как только вот овладевает гордыня, надо себе говорить, я хуже всех, я хуже всех. Это вообще мало кто себе говорит, наверное. Ну, это и есть чеховский интеллигент. Ну, в общем, да. Доктор Дымов. Доктор Дымов. Это и есть, это не принижение самого себя, это просто высшее достоинство, которое не, ну, у Чехова тоже, не надо толкаться, всем места хватит. А у нас сегодня толчия сплошная в мирах искусства. Ты не слышал, как замечательный этот бард и поэт Тимур Шауф вписал Антона Павловича Чехова в наши дни? У него есть изумительная песня, у него много изумительных песен, но у него есть песня о поворотниках, а то он негодует по поводу того, что вот, ну, не включает народ поворотники, ну, что ж такое? Вот едет там на своем танке, не включает, а заканчивается песня так, вот был бы у Чехова автомобиль, поворотники Чехов включал. Ну, когда мы говорим вот об особом качестве игры на сцене, потому что сейчас мы говорим больше на какие-то этические темы, но есть еще и чистая эстетика и что такое мастерство. Я вот, когда смотрю тебя на сцене, преимущественно театра, я считаю, что ты, да, ты много снимал с арки, но для меня ты все равно прежде всего артист театра. Так вот, когда я смотрю тебя на сцене, я вижу всегда вот игру строгую, хотя тебе гротеск, отнюдь не чушь, ты это школа нашего дома, ты можешь быть и вспыльчив, и громогласен, и ты можешь быть невероятно темпераментным на сцене, и это целое извержение, у тебя есть для этого мощь и сила, но рядом с этим игра на полутонах, игра с достоинством. Никакого кремляния, никакого такого самоутверждения, что ли, игры, заради, там, какого-то успеха, это всегда игра и строгая, и вместе с тем яркая. Вот это сочетание строгости и яркости поражает во всех практически работах Михаила Ивановича Филиппова как артиста. Ну, давай еще раз вернемся в нашу молодость. Немножечко поговорим и о твоей личной жизни, которая интересна на канале, совершенно секретной. Если ты, конечно, разрешишь мне задать некоторые вопросы о тебе, очень, очень эти вопросы, эти вопросы будут, наверное, интересны нашей широкой публике. Я хочу сказать, что твоя первая супруга по имени Ира, которую мы видели на спектаклях нашего дома, вот, и у вас был такой очень студенческие годы, большой роман, ну, мне кажется, она очень, вот эта история твоей первой женитьбы очень повлияла на твою, на твою жизнь и на твою судьбу тоже, на твою биографию, или не повлияла. А почему я так спрашиваю? Дело в том, что фамилия Иры была фамилия Андропова. Она была дочерью Юрия Владимировича Андропова. В то время председателя КГБ в Советском Союзе. И ты попал в эту семью. Для нас эта студия «Наш дом» вообще, так сказать, была, считалась там чуть ли не антисоветской. Вообще она всегда была такой, ну, в оппозиции. Ну, потому что эстрадная студия, мы резали правду матку, мы чувствовали себя патриотами своей страны, но отнюдь не... Мы были очень полны надежд, что всё изменится, благодаря нашей сатире, благодаря нашей романтике и так далее, и так далее. Мы не чувствовали себя никакими врагами народа там и так далее, и так далее. Но, тем не менее, всё-таки КГБ в те советские годы он был олицетворением, так сказать, той государственной машины, которая подвергала и народ насилию, и свободы нам, честно говоря, не хватало или не хватало всем, или хватало не всем, или вообще не хватало, как хотите. И вот ты попадаешь в эту семью. Что ты испытывал в тот момент, дорогой Миша? Марк, я впервые буду говорить, и только потому, что это ты с тобой на эту тему. Ты знаешь, я испытывал любовь, любовь, влюблённость, вот и всё. И всё, и я пронёс это чувство через всю вот нашу совместную жизнь с Ирой, которая в конце концов всё-таки распалась, но в результате у нас родился сын, которого я очень люблю, который дарит мне внуков, и ей тоже. Вот, дело в том, что... Какова её судьба, прости, за этот нескромный вопрос? Какова её личная судьба? Она живёт в Москве, работает дома, так что вот, дай бог ей здоровья. Но вот ты попал в эту семью, я понимаю, любовь, любовь, но... Ты встречался за одним столом с Юрием Владимировичем. Это никак не отразилось. Никак? Никак. И уверяю тебе, это объясняется только свойствами, человеческими свойствами покойного Юрия Владимировича Андропова. Я не обсуждаю его как деятеля. А я не спрашиваю. Конечно, нет, это каждый из нас может думать своё, но дело в том, что, понимаешь, согласись, в его семье появился человек из сомнительной студии «Наш дом», средоточие там, понимаешь, всё это, ну, там бог его знает, там сплоши, во-первых, прости, евреи, они там, значит, кто там ещё, понимаешь, антисоветчики, это всё средоточие макулатуры этой зарубежной, Набоков и всякое прочее нечистое. А он спрятан за поясом, понимаешь, и это потом в дом приносилось. Ты не Солженицын? И это в дом приносилось. А как Александр Исаевич? А как же? Всё это было. Понимаешь, этим никто не интересовался, но потом больше того, я же бросил устойчивую, понимаешь, университетскую карьеру, сомнительную, я никогда не был украшением филфака, потом пошёл в артисты, опять в какие-то цыгане, мне слова никто не сказал, а потом, прости, пожалуйста, у него в семье появляется человек, не член партии. Это тоже нонсенс, прости, пожалуйста. Поэтому это всё объясняется. Нет, вот ты очень интересные вещи сейчас затронул, потому что, да, если бы ты был хотя бы там лётчиком, дипломатом, или видным учёным, ударником, это лицедей, понимаете, на сцену выходит. Да, так что, понимаешь? Ну, так, с позиции, так сказать, совершенно ты не соответствовал. То есть, и что, он не был противником вашей, женить был? Да нет. Нет. Ну, всё было предоставлено чувствам дочки. То есть, дочка объяснила, что любит. Наверное, я не знаю. Он убедился в этом. Я не заинтересовался. Мы занимались друг дружкой тогда. Ну, а как это бывает? За тобой следили? Я этого не знаю. Марк, я этого не знаю. Я говорю тебе. Если следили, то так мастерски, понимаешь? Ну, Владимир Владимирович нам всем это всё объяснил, что там работают хорошие, и работали хорошие люди. Не знаю. Ну, какой-то актёр, понимаете, или актёришка, не дай бог. То есть, ты не почувствовал... Причём, я-то был тогда действительно актёришка. Нет, ничего не почувствовал. Вот это очень хорошее, так сказать, ну, что ли, объяснение и твоей жизни, и то, что ты, так сказать, через это прошёл. Но когда Юрий Владимирович ушёл из жизни, вы разошлись? Спустя какое-то время. Ну, наверное, ты знаешь, здесь произошла такая, ну, обыкновенная, наверное, история. Обыкновенная история. Ну, я не буду тебя мучить, поэтому... Спасибо. Ты был свободным человеком и остаёшься для меня свободным человеком, и в этом вся штука. Одной из твоих главных таких удач на театральной сцене было создание образа Наполеона. Как называлась пьеса? Я забыл. Она так и называлась. Наполеон Первый. Наполеон? Это автор, этот австрийец Брукнер. Фрид, Фрид, их, по-моему, Ну, фамилия известная, драматург известный. Но эта пьеса обошла, по-моему, сцены, многие сцены мира. Ты знаешь, может... Кто поставил эту? Может быть. Дело в том, что... Этот спектакль. Я тебе скажу. Дело в том, что впервые поставил этот спектакль Анатолий Васильевич Эфрос, Набронный, с Михаилом Александровичем Мульяновым. Вот. Потом произошло то, что произошло. Анатолий Васильевич ушел на Таганку и прекратился этот спектакль. И за несколько месяцев до смерти Анатолия Васильевича мне позвонили из театра на Таганке и сказали, что Анатолий Васильевич хочет вас пригласить. Он хочет возобновить этот спектакль. Ну, он через буквально там месяц, через два он умер, Царствие Небесное. Но вот здесь я не хочу говорить о себе. И я не буду говорить о себе. Но знаешь, произошло, вот произошла замечательная вещь, которая очень характеризует Андрея Александровича Гончарова. Это были 90-е годы, начало 90-х годов. Денег в театре нет. Ничего нет. На свои постановки денег не хватает. Он находит деньги, приглашает на постановку режиссера Татьяну Казакову из Питера, из Питера, чтобы она, а она ученица Эфроса, и она была ассистенткой у Эфроса на этом спектакле, возвращает из творческого небытия Ольгу Яковлеву, Ольгу Михайловну Яковлеву, которая в то время... Да, которая в то время уже жила в Париже, она бросила театр. Он извлекает ее из этого творческого небытия и начинается на сцене театра Маяковского репетиция этого спектакля. Спектакль выходит, и Гончаров посвящает этот спектакль памяти Эфроса, о котором при жизни Эфроса доброго слова он не сказал. Вот, понимаешь? Ну, кстати, Эфрос платил ему тем же самым. Интересная история. Ну, они были мэтры, у них была своя конкуренция, они имели право на эту конкуренцию. Каждый считал себя первым, и я помню, что меня тот же Гончаров приглашал не просто так, а потому что я уже работал у Георгия Александровича Товстаногова, и ему хотелось, чтобы я у него тоже поработал. Он коллекционер, собиратель. Да, в пику немножко Георгий Александрович. Да, да, обязательно. Все это театральная жизнь тех лет. Прекрасная. Но это же не влияло на главное, на результат творчества. Конечно. И вышел спектакль с твоим участием, и это было блистательно сыгранное роль. И так ли? Вместе с Яковлевой. Ну, для меня это было очень важно, но здесь заслуга вот Татьяны Казаковой, да, которая сейчас уже много лет, она стоит во главе Акимковского театра, комедии. Да, ей Бог здоровья. Это была заслуга ее, потому что к тому времени, мне к тому времени уже, ну, за 40 перевалило где-то года, в 43-44 было, и я к тому времени уже, знаешь, так блестяще макнул рукой на себя. А в чем секрет успеха? Что Наполеон такая вот фигура, что там было какое-то новое прочтение, или что, что привлекло тебя, Эфроса, в этой пьесе и в этом спектакле? Ведь Наполеон такая очень спорная фигура, самовлюбленность, самолюбование, я понимаю, личная жизнь, там, история его любви, его эго, это все, что сегодня очень захватывало зрителя так активно. Или там все-таки ставилась проблема власти, безграничная власть и амораль, так сказать, эфемерна, или наоборот, это был герой, который был с людьми один, а в своей личной жизни совершенно другой человек. Что ты можешь по этому поводу сказать вообще о Наполеоне как о личности и фигуре в твоем художественном осмыслении и осмыслении твоих режиссеров? Знаешь, для меня Наполеон вообще фигура загадочная и манкая, потому что вообще феномен его процветания и популярности в России, в России, которую он хотел завоевать, и завоевывал, и сжигал, и уничтожал, и такая любовь. Вот Наполеон какая-то любимая игрушка российского человека. то ли манит судьба, а сколько у него почитателей в литературе в российской, в русской поэзии. Ну, Пушкин просто болел этим образом, но он отнюдь не прощал. Нет, не прощал, но манила эта блистательная судьба. А мне кажется, вот секрет этой пьесы, этого австрийского драматурга, которого многие называют драмоделом, может, он таким и является, но он блестящий драмодел, потому что вот в этом спектакле, в этой пьесе он дает возможность поглядеть на Властелина в домашних тапочках, в домашних тапочках и в этой уютной домашней обстановке. Я об этом не спрашиваю. Его порывы к власти, особенно в глазах мудрых женщин, которые его окружают, особенно Жозефины, которые все время его правильно называют малыш. Он взлетает в своих мечтах к власти, понимаешь, она его все время осаживает, малышом называя. И вот в этом, в этой парадоксальность, а это всегда очень интересно на театре, мне кажется. Но это я пользуюсь какими-то ошметками воспоминаний, потому что спектакль давно не идет. Я уже не помню, о чем мы ставили этот спектакль. Но я за него очень благодарен и Гончарову, и Тане Казаковой. Нет, но я тебя, во-первых, даже и сейчас представляю в треуголке. Если ты снимешь очки, то ты будешь очень похож. Я скорее российская пародия на него, шарж, на Наполеона. Опять он с большим самокритикой. Это нет. Ну, между прочим, кто-то заметил, и ты сам заметил, тебя зовут Михаил Иванович, а Михаил Иванович, это Кутузов, Михаил Илларионович. Михаил Илларионович. 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 Илларионович, да. Да, я тебе... У тебя день рождения твой... В день с Наполеоном. День рождения и Наполеона. День в день? День в день. 15 августа. 15 августа. Ты 47-го года, он там... Там какого-то 90-го. Да, 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 но это тоже рука с ими, да, Михаил Илларионович, конечно, конечно же. Ну, хорошо. Что для тебя вообще автор? Автор пьесы или вообще автор? Все-таки у тебя филологическое образование. Насколько твое филологическое образование ведь оно иногда может помешать или нет? Нет, ты знаешь, в чем дело? Дело в том, что... Или помню. Я сразу только, только пожалуйста, не называй это скромностью и так далее. У меня действительно, я же... Я был дураком, когда поступил на филологический факультет и учась там, слушай, послушай, ну пожалуйста, не корчи рожицы, послушай меня. Я не понимал... Были бы дураки, все такие, я не понимал, я не понимал, молодой дурак, на лекции, каких людей я хожу. Меня же очень быстро сманила эта театральная стезя. И меня центр переместился с одной стороны улицы Герцена на другую. Профессор Рацик тебя... Профессор Рацик, профессор Сергей Михайлович Бонди. Я не понимал, я, конечно, ходил, но я с наслаждением таким же и прогуливал. Моя школа была там. Поэтому, понимаешь, я книгачей, я книгачей с молодых ногтей. Такая семья была. Я, конечно, люблю книги. Что такое автор? Я тебе скажу. Ты знаешь, я до сих пор не очень умею читать пьесы. И для меня во многом проводником вот что такое автор, идей автора служит прежде всего режиссер. Вот с которым мы встречаемся, а мне везло в этой жизни. Я, да, я поздно, ну, для себя. Петр Наумович Фоменко. Для себя поздно пригодился на театре. Поздно, но тем не менее мне повезло, потому что, понимаешь, с самого начала с кем я встречался. С замечательным режиссером Марком Григорьевичем Розовским, не в твоем присутствии будет сказано. С Петром Наумовичем Фоменко. С Гончаровым. Петер Штайн. Я участвую в его спектакле «Гамлет». Понимаешь, вот сейчас в спектаклях Карбаускиса. Миша Левитин, мой дорогой, любимый. Понимаешь, эти люди настолько владеющие, настолько любящие, понимающие литературу, русскую литературу. Прости, а вот Леня Хейфиц, ну, я так орифашанский говорю, иначе не называю. Он сейчас пигмалион у вас нарушает. А ты, небось, играешь? Нет, я не занят. Нет, я не занят. Нет, ты не занят? Нет. А ты профессор Хигинс. Ну, это в твоей постановке, возможно. Ладно, не будем это обсуждать. Я почему-то подумал, что, а вдруг, а вдруг, может быть. Ну, хорошо. Я спросил об авторах, и ты ответил очень серьезно и подробно. А ты вот сейчас говорил о режиссерах, которые были проводниками авторского миросознания, так сказать, в театральную версию. Ну, ведь сегодня театр идет и по другому пути. И есть режиссеры, тебя не встречались, которые ломают автора в колено и могут ли они заставить тебя работать вопреки автору? Мне такие режиссеры не встречались. Я знаю о их существовании. Что они боятся? Нет, я не знаю. Я не знаю этого. Но тебе повезло. Мне просто не приходилось работать с ними и вряд ли я стал бы работать с таким человеком. Я ведь на спектакле многих режиссеров, фамилии которых мы не будем называть, я просто не хожу. Я знаю, догадываюсь, что я могу там увидеть. А с некоторых пор, ты понимаешь, в чем дело, с некоторого возраста я научился делить на мое и не мое. Вот я прихожу в этот театр, я вижу, это не мое, это не мое, и этим для меня все исчерпывается. И игра актеров, и режиссерский подход, постановка режиссура, все. Ну, мое, не мое, это все-таки эмоция. А почему не мое? Ну, потому что в силу уже устоявшихся представлений о театре. Я хочу вытащить из тебя какие же это представления. Ты знаешь, для меня иногда, вот я, ты знаешь, в последнее время, ну, уже довольно долгое время, я ловлю себя на том, что для меня во многом определяет уровень, художественный уровень спектакля, уровень вкуса. Даже для меня талант не так важен. талант, но в конце концов, как говорил Маяковский, каждый поет по своему голоску. Поэтому это в отношении таланта. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Да, тот же Маяковский. Разделим общую курицу славы и каждому выдадим по одинаковому куску. Вот в связи с этим, какую роль ты отводишь интонированию. Вот что такое интонация для тебя? Огромную, огромную. Для меня всегда был в этом смысле, как тебе сказать, ну, интонация. Для меня много интонации начиналось там, в студии «Наш дом». Потом я увидел это в спектаклях и в работе с Петром Новымчим Фоменко, который, собственно говоря, был наставником своих учеников и они всем этим, вот фоменковцы старые, они блестяще этим владеют, потому что Фоменко любил приводить пример своего педагога по училищу МХАТа Вершилова, который запирал дверь на дно стула и говорил, а теперь давайте немножко поинтонируем и учил их тому, чему не учили, не входило в программу МХАТовской школы общей. Это уходит, понимаешь, я вообще считаю, что с тех пор, как артисты разучились говорить о и ах, ушло очень многое из театра, но этим занимается, есть такая замечательный педагог по сцен речи и режиссер Светлана Землякова, которая поставила спектакли дипломные, они во многом часто перекочевывают на сцены профессиональных театров. У нас шел дипломный спектакль «Волк» по прозе Василия Аксенова, но не того Василия Аксенова, а ныне Здравствующего. Вот, у нас шел в филиале, изумительный, вот она работает над этим. А есть еще сегодня Здравствующий Василий Аксенов? Есть. Ох, мой. Да, я тоже не знал. Но ритм, музыка стиха или же интонация, которая в юморе очень важна. Ведь в юморе иногда сброс какой-то высокой интонации дает реакцию, а иногда не сбросишь, и реакции никакой не будет. Это и есть мастерство. Конечно, конечно. Вот мы с Генкой Хазановым когда-то, значит, еще во времена студии «Наш дом», мы, так сказать, смотрели Райкина с этой точки зрения. И вот это просто были наглядные уроки высшего мастерства интонирования. И вот эти аритмия и сброс интонации. Вот это высший класс. В малолетстве радио, а потом когда появился телевизор, это кумир моего детства Аркадий Исаакович. Кумир моего детства. Я знал наизусть все его монологи и умучивал своих родных. Я знал все его монологи наизусть. Вот ты, ты, ну, там, ну, понимаешь, но мечтал я быть при этом артистом кукольного театра. Так что моя мечта не осуществилась. И Аркадий Исаакович для меня, я до сих... Ты в себя не верил, в свою внешность. в этом, в этом, наверное, это очень легко спрятаться, за этим легко спрятаться. Это же комплексы тоже, понимаешь? но зато игра. Игра, игра. В чистом виде лицедейство. Позволять себе то, что нельзя позволять, будучи виденным. Ты знаешь, Аркадий Исаакович, ты не преподаешь просто? Ты знаешь, у меня был опыт преподавания, мы с Левитиным, Левитин меня позвал несколько лет назад, мы преподавали, ну, преподавал он, а я выговорил все право, как киса Воробьянинов, с умным видом надувать щеки. Вот, четыре года преподавали на заочном отделении ГИТИСа, смешанной группы, актеры, режиссеры, но я понял, сейчас я ушел, я отказался, поблагодарил его, отказался, потому что я понял, это не мое, я не умею этим заниматься. Я должен тебе сказать, вот я бы так определил свою мысль, я неплохой. Ох, сколько людей, которые не умеют этим заниматься, мы этой фразой не говорят никогда, тем более, по телевидению. Только мне, Ну, это действительно так, ну, перестань, это действительно так, я неплохой, даже могу тебе сказать, я хороший второй, второй, потому что, согласись, это тоже может быть профессией. Вот я могу сидеть рядом и там что-то там вкрапливать, ну, тоже этим так, иногда лениво заниматься. То в Станогово было очень много вторых, которые... С одной, второй, с Розой Абрамной, сиротой, я работал, она была... Роза Абрамна, сирота, это был... Студией Наш Дом. Не просто второй. То есть, как в Театре Маяковского. Да, 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 я и помню. Поразит. Но вот она, кстати, вот она творила за столом, был спектакль, на который ее пригласила Татьяна Васильевна Даронина, кошка на раскаленной крыше, она за столом творила чудеса. Не видала, не сталкивалась никогда. Но при этом она говорила, вот эти постановки, это я не понимаю, вот это на сцену выйти, поставить. Говорила она про себя. Но она вот Товстаногова цену также разбирала по косточкам, и тогда блестящие артисты, и Юрский, и Стрижечки, они получили, так сказать, действительно, вот это были тоже школа Розы и Сироты, и Дерри Александровича Товстаногова. Школа Великого Русского Психологического Театра. Ты в театре имени Маяковского. А Маяковский Психологический Театр не признавал, как там он говорил, слюнявым психоложеством, что-то такое, театр не поганьте, театр служи коммунистической пропаганде. Сегодня репертуар Театра Маяковского во многом, я бы сказал, экспериментальный, во многом обращенный и к современному авангарду, и при этом остающийся в рамках глубинного психологического театра. Тебе вольготно вот именно вот в этой культуре, в этой сегодняшней атмосфере, которая, кстати, была заложена даже скорее не столько Гончаровым, сколько Охлопковым, с моей точки зрения. Ведь ты прожил 45 лет, и ты видел все этапы развития Театра Маяковского изнутри. Я помню приход в Театр Маяковского великой Бабановой. Было ведь это? Ты застал этот период? Я ее застал, но не приход ее. Я в массовке там... Бабанова когда-то играла в Театре революции, я видел ее в Тане, моего учителя Екси Николаевича Арбуза. Я ее застал в спектакле Гончарова, это был спектакль по Солынскому, там она играла какую-то... Ну, не ее роль, ну, она не нужна была играть. Она принцесса. В том возрасте, когда... И дело даже не в возрасте. Она была принцесса, понимаешь, она принцесса сцены. Ну, куда ей играть Солынского? Ну, зачем это ей? Ну, она играла, ей же надо было выходить. Но я ее застал и последние спектакли. Она вышла, но, на мой взгляд, не очень... Ну, не только, на мой взгляд, она сама поняла, что это не нужно было делать. Это был... Ты работал со Свердлиным, с Хановым? Нет. Ханова я застал, Свердлина нет, уже нет. А Ханова я застал. Ханов, это был человек такой... Теросипиан? Теросипиан, конечно. Ханов, мне, мальчишке, я первый год в театре, я живу на гастролях в Ленинграде, где-то на выселках, на выборгской стороне. Мне раздается утром в гостиницу звонок Михаила Ивановича. Боже мой, я вздрогнул, я первый год в театре какой-то оборванец. Он говорит, это Хан Сан Саныч Ханов. Я говорю, да, здрасте. А они живут, народные, в гостинице Октябрьской. Он говорит, я бы хотел вас попросить, подыграть мне. Собираются ставить маленькие трагедии. Пушкин, я хотел вас попросить, вот, мне подыграть. И отрывок из Бориса Годунова, там, я буду Пименом, а вы Гришкой. Вы согласны? Я говорю, господь Сан Саныч, да. А у вас с собой Пушкин есть? С собой на гастролях. Там бутылка портвейна стоит, понимаешь? Вот на гастролях Пушкина. Я говорю, нет, Сан Саныч, почему-то нет. Он говорит, я вам принесу. Я говорю, да господь Сан Саныч, я сам приеду к вам. Нет-нет, и принес. Вот, школа. Да. Высшая школа. Дорогой Мишанин, сейчас чуть-чуть придется отвечать с печалью в твоем голосе и в моем. Наташа Гундарева, твоя супруга, которой ты посвятил многие годы своей жизни и тогда, когда все было идеально и прекрасно в вашей любви, обоюдной любви. Наталья Гундарева была замечательной не только киноактрисой, но и актрисой театра Маяковского. Выходили на эту прославленную сцену вместе. И вот такая страшная потеря. Я тебе тоже скажу искренне. У меня я тоже в конце 70-х, 80-х годов, о Господи, в 80-х годах потерял жену. Я потерял ее в автокатастрофе. Вот. Я знаю, что такое эта потеря. Сколько горько она бывает. это такой удар судьбы, который мужчине, даже таким, как мы с тобой, очень трудно перенести. Очень трудно. Тем более Наташа Гундарева, которую знала вся страна. И она тебе сопереживала, безусловно. и вот и вот ты спустя уже годы после ее ухода трагического, ты совершаешь удивительно благородный поступок. Ты издаешь книгу с очень коротким названием Наташа. Там Наташа или Мои Свояси. Ну, вот ты расскажи, пожалуйста, потому что я тоже могу рассказать. Но я бы очень хотел пользоваться нашим прямым разговором, чтобы ты рассказал об этой книге, ну, и несколько слов о Наташе. вспомнили бы мы вместе ее творческую личность, ее человеческую сущность. Я, ты знаешь, эта книжка появилась не по моей даже воле. Я на вечере памяти Наташи, это произошло там в год ее смерти, по-моему, я что-то такое написал, прочитал со сцены театра Маяковского и в зале сидел покойный Борис Михайлович Паюровский, который буквально зашли ворот меня, подтащил к письменному столу и сказал, вы должны дальше, вы должны дальше написать. Я вот что-то такое сочинял, как я себе это представлял, нафаршировал это все там Наташиными акварелями, которые она рисовала своими почеркушками, там, стишками, записочками, ну, и вот сложилась такая книжка. Если бы это было напечатано где-то в журнале, это бы не имело такого веса, но Борис Михайлович привел меня в издательство к московскому издателю Сергею Николаевичу Деревянко, там он нашел возможную напечатку, вот эта книжка увидела свет. Это такой, знаешь, ну, для меня это было необходимо, такой, ну, последний взмах руки, что-то сказать, что-то недоговоренное, вспомнить что-то, вот, она такая очень личная и в то же время лучше всего для меня, она наивная, она не притягивает. Из чего она состоит все-таки? Она состоит из таких моих, моих разговоров с Наташей, воображаемого, и стишков, которые я тогда после ее смеси, сочинила, самодеятельность, самодеятельность, самопознание и самодеятельность, да, 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 так что, это я закольцовывал, форма ронда, самодеятельность, дилетанство, там, кстати, о дилетанстве-то я и говорю, вспоминаю, Даля и Ожегова, отношение веков к понятию дилетанства. Ну, вот, Наташа, ты была высшего класса профессионала, и как зародились ваши отношения, с чего они начались, как они развивались, что произошло за годы вашей совместной жизни. Внезапно, ты знаешь, это просто произошло, конечно, извини, что я так прямым текстом. Ничего, нет, с тобой я могу на эту тему говорить, с тобой, я никому другим, и я, поверь, ну, через себя, через себя. Я думаю, что аудитории тоже хватит так-то и чувства, и понимания того, что то, что на канале совершенно секретно может быть, принадлежит области интимной жизни, или какой-то интимной части жизни, это тоже возможно, но я тоже не хотел бы ни какой-то лишней боли тебе доставить, потому что мы чтим память о Наташи Гундаревой, так же, как и ты. Отношения зародились, я, собственно, пишу об этом в книжке, они внезапно, и они укладываются вот в эти строчки этой песни замечательной, просто встретились два одиночества, развели у дороги костер, два немолодых человек, потрепанных жизнью изрядно, просто как-то встретились и понеслись навстречу друг другу, вот, а что касается там аудитории, как она воспримет, ты знаешь, есть на ордене подвязки, есть надпись такая на британском ордене подвязки на старо-французском языке, пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает. Да, да, я помню, помню эти строки. Вот такой человек был сегодня гостем программы «Близкие люди». Мне остается сказать, что у Миши Филиппова сегодня очень хорошая жена, простите, тоже я тебе это говорю. Спасибо. После потери Наташи прошло сколько лет? Ну, несколько лет. Пять лет. Вот. И вот жизнь распорядилась так, что она подарила тебе еще одну Наташу. любовь. Одну Наташу. Еще одну Наташу. Да. И еще одну любовь. Я цитирую тебя, потому что каждая твоя жена это твоя любовь. Вот. и поскольку я с ней знаком, благодаря тебе, и я видел ваши сегодняшние отношения, и знаю отношения твои с, вот, те, которые были, как говорится, с предыдущими женами. А вот я хочу тебе пожелать, мы сегодня с тобой уже люди с сединой, а вот, и у нас дети, и я хочу тебе пожелать уверенности в себе прежде всего. Я хочу пожелать тебе новых ролей, потому что нет для актера большего счастья, чем работать на сцене в том, что ему нравится, если что-то, как ты сказал, не мое, ну и черт с ним, не участвую в этом. Но я хотел бы, чтобы ты чувствовал и нашу зрительскую любовь, и наше уважение к твоему искусству, искусству с большой буквы, потому что ты не, ты за все годы, которые я знаю тебя, ты как художник не дал никакой уступки, не пошел ни на какие художественные, вернее, антихудожественные компромиссы со своей совестью, со своим представлением о зле и добре, о том, что такое человеческое счастье, откуда берется человеческое достоинство, ты его никогда не потерял, не попрал, ты работал тихо, скромно, мужественно, и я тебе от всего сердца желаю здоровья, ты пару раз болел, я тебе звонил, а ты болел, смотри, я старше тебя на 10 лет, твой сын Семен настучал, что я в Испании, а я в это время был в больнице, вот как, видите, каким обманом я, значит, подвергся, дорогой Мишаня, счастье тебе, спасибо, Марк, позволь мне только сказать тебе, что для меня очень дорого, что с 65-го года, с 65-го года я рядом с тобой на улице Герцена, ныне Большой Никитской, в любых твоих качествах, в студии Наш Дом, в Доме Медика и сейчас, и для меня до сих пор очень дорога мысль о том, что я прихожу в Театр Маяковского, а через Театр Геликон, где работает тоже наш друг, замечательный Дима Бертман, дальше работаешь и живешь ты, поэтому ты, пожалуйста, будь здоров, когда я открываю летом окно своей гримерки, я слышу, как ты поешь в своем спектакле песню нашего двора, поэтому это для меня радость, будь здоров, дорогой, спасибо, дорогой, спасибо тебе, спасибо, это была передача «Близкие люди», и я, ее ведущий, Марк Розовский, я принимал своего друга и гостя нашей передачи, Михаила Ивановича Филиппова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok